В 65-м эту песню пела вся страна. Музыку для нее сочинил известный композитор Арно Бабаджанян. Впрочем, на его счету немало хитов. Песни Арно Бабаджанян написаны на стихи таких знамечательных, легендарных, выдающихся поэтов, как Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Добронравов, Танич, Регистан, Плецковский, Зербенев. Это золотой кладезь нашей советской и российской поэзии. Варвара и Анна начинают репетицию с распевки. Раньше они были зрителями, сейчас сами выступают на большой сцене. Арно Бабаджанян – их любимый композитор. Иногда на семейных праздниках меня просят исполнить какую-то песню Арно Бабаджаняна, и я с радостью это делаю, потому что это доставляет мне удовольствие. 103-ю годовщину со дня рождения композитора отметили в культурно-досуговом центре имени Иосифа Кобзона. Место выбрали не случайно. Известного певца связывала с именинником крепкая дружба. А после смерти Бабаджаняна Иосиф Давидович обратился к Роберту Рождественскому с просьбой написать стихи на мелодию умершего друга. Так появился Ноктюрн. Помимо того, что он композитор великолепный, он еще пианистом был хорошим, он рисовал прекрасные картины, понимаешь? И вот сегодня этот красивый зал, уже зрители идут, сегодня здесь будет вот такой праздник, такое торжество. Конечно же, вот это сегодня мероприятие очень значимо, потому что к нам едут люди, люди не только с нашего округа, но и с Москвы, Московской области. Сегодня должен приехать сын Арноба Баджаняна, и для нас это очень почетно. Первую мелодию сочинил еще в 9 лет. Всего же Арноба Баджаняна писал более 200 песен. Свой внутренний свет стремился передать в каждый. И ему это удалось, ведь его творение до сих пор на слуху у многих. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Субтитры сделал DimaTorzok